Здравствуйте, друзья! Меня зовут Иван Фаброй и я снова с вами. Хочу сегодня показать улья, которые я применяю на пасеке. Давным-давно мне постались рутовские улья. Раньше я держал их в дадонах и лежаках пчел. Сейчас у меня пасека вся на многокорпусных ульях. Я решил, несколько лет я пробовал держать пчел в этих улях. Мне понравилось и я решил сделать себе улей. Ну, чуть-чуть модернизировал его под себя. Ничего такого особенного здесь нету, просто многие спрашивают за улью и я хочу показать. Это вот такой улей. Здесь, правда, я не чистил, как есть. То есть, если раньше в предыдущих версиях моих ульях были подкрышники, крыши скатные, то от этого я ушел и решил, что подкрышники это лишняя деталь, лишнее телодвижение снимать, ставить и, по сути, она не нужная. Хотя у меня есть подкрышники, я их, как бы, теперь использую для сотового меда, для, так сказать, брускового меда. Очень, как бы, нормальная штука. Вот такой улей. Начнем с крыши. Крыша у меня такая, то есть, у меня в этом уле нет ни подкрышника, ни утеплительной подушки. То есть, от подушек я тоже ушел. Вот крыша, она три с половиной сантиметра где-то, по-моему, или четыре. Можно взять рулетку, но не взял. Здесь, это как сэндвич, фанера четверка, двойка пенопласт и снова фанера четверка. Покрыто это типографской, как бы, алюминий с типографией и здесь, как бы, пазы. Получается, в нахлобочку. То есть, у меня, я открываю крышку, получается, и у меня сразу рамки с пчелами. Вот такая крыша, проварена в парафине, ну, сама обвязка, как бы, очень легенькая и мне очень нравится, очень удобная. И вот такой корпус нечищенный, извините, но нечищенный. Корпус у меня состоит, как бы, я делаю из двух досток. Получается вот этот внутренний стык соединения 2 сантиметра. Толщина доски 25 миллиметров. Все у меня идет, я на рейсмусе пропускаю доску. Все с 25-ки. Потом эти же с отходов, по сути, отходов нету. Отходы тоже идут потом 25-ки на рамки. Рамки у меня без разделителей Гоффмана. Дно с 25-ки, обвязки вот эти крыши, все с 25-ки. 25 миллиметров сосна. Провариваю я эти ульи полностью в парафине. Ручки выбраны. Вот такой корпус. То есть, тоже корпус легенький. Крашу я его водоэмульсионкой, потом парафиню. В принципе, цвет вот после использования держит хорошо. Самый нестойкий цвет после покраски водоэмульсионкой и потом, когда я его провариваю, это желтый цвет. Он желтого практически нет. Самые стойкие это белый, синий, зеленый. И вот такое днище. Днище получается у меня скатное. То есть, тут у меня 5 сантиметров возле передней, как бы, стеночки. И в задней стеночке 2 сантиметра. 5 сантиметров и 2 сантиметра. То есть, получается у меня наклонное дно. Его вот так можно посмотреть. Многие тоже говорят, зачем это надо. Ну, я что-то сразу, когда начал делать, мне так захотелось. Я сделал и, в принципе, не жалею. Языков здесь нету, говорю сразу. Мусора практически тоже, как бы, нету пчелки. Но это от пчелок больше зависит. Влага даже, если, может, какая-то и есть, то она вся убегает. Влаги на днищах у меня нету. Одно, что вот эта водоэмульсионка, вот на литках это видно, то есть, она, ну, вот здесь самая нестойкая. Тут надо его прокрашивать. Ну, водоэмульсионка это, как бы, более дешевый вариант. Его всегда можно с пульверизатора обновить, и улей будет как новый. Вот такие у меня улей многокорпусные. Я полностью решил их делать. Они у меня безфальцевые. То есть, у меня нету фальцев ни в дне, ни в корпусах. У меня только, получается, фальцы в крышке. Фальцы в крышке. И то, как бы, на хлопочку, грубо говоря, чтобы крыша не улетала. Я их ставлю вот так, ровняю. Пчелы это все прополисуют. Не делаю фальцы, потому что у меня пасека стационарная. Может, если бы кочевал, то было бы и нужны фальцы. Но в моих условиях они не нужны. Пчелы хорошо скрепляют корпуса. Отвидно прополис. И вполне рабочий вариант. То я считаю, что для меня фальцы не нужны. И в изготовлении лишней работы нету с фальцами. И вот такой улей. Вот я хотел показать свои улей, которые я делаю, применяю на пасеке. Вот такие ульи, которые я хотел показать вам. Я применяю себя на пасеке. И какие ульи я делаю, они себя полностью оправдывают. Толщина доски меня полностью устраивает. Ульи ведут себя хорошо. Пчелы чувствуют себя хорошо. Зимую я на улице. Проблем с зимовкой нет. Все. Всем пока. Ставьте лайки. Кому не понравилось, дизлайки. Лучше, конечно, лайки. Подписывайтесь на мой канал. До новых встреч. Пока. Субтитры сделал DimaTorzok